Когда мы разрабатываем и продвигаем политики в области инвестиционного климата, мы не ставим акцент на развитии одного или другого сектора. Мы делаем горизонтальные политики по отношению ко всем секторам. И инвестор должен определить, где ему комфортнее вкладывать. Сельское хозяйство, или промышленные проекты, или IT-проекты. Да, в некоторых секторах существуют дополнительные финансовые преимущества. Как, допустим, для IT-сектора. Имея в виду, что это новый сектор, он самый перспективный для развития, где нет необходимости вкладывать большие инвестиции со стороны государства. Мы используем тот мозговой ресурс, который есть в стране. Вот для этого сектора мы провели специальную налоговую политику. Они сейчас как бы с оборота оплачивают 7% и больше никаких налогов нет. Нет НДС, нет налога на прибыли, нет ничего. Это комфортно для бизнеса, потому что они работают, и они направлены на то, чтобы работали в своем секторе. На разработке разных программ, разных софтов и так далее. Вот в таком контексте мы будем продвигать и другие сектора. Но, конечно, будем ставить акцент на индустриализацию страны, потому что сельское хозяйство это хорошо, но, как обычно, сельское хозяйство это потребитель ресурсов. Да, мы понимаем, что мы должны обеспечить свою продовольственную безопасность, но на этом секторе мы не обеспечим развитие, нормальное развитие экономики. Мы должны обеспечить тот минимум ресурсов, который нам необходим, для того, чтобы мы обеспечили свои необходимости, но в дальнейшем мы должны ставить акцент на индустриализацию страны. Без этого нам не удастся не поддержать субвенциями сельское хозяйство, но не удастся поднять зарплаты, пенсии и так далее.